В торжественной церемонии открытия вахты памяти приняли участие представители Смоленской областной думы, руководство Десногорска и других муниципальных образований региона, директор Смоленской АЭС Павел Лубенский, духовенство нашего города, юнормейцы, школьники, спортсмены-финалисты баскетбольного марафона и бойцы отрядов атомных станций. То, что мы сегодня в Десногорске, в преддверии дня города, это правильно и отрадно. Десногорцы имеют в своем составе три поисковых отряда. С Десногорцами мы возили останки город Томск. Десногорск – город не только молодой, но и город, преуспевающий в патриотическом движении. Я бы хотел, чтобы это оставалось так же в дальнейшем. Именно по инициативе «Смолян» в 2007 году поисковые отряды атомщиков России объединились. В объединение вошли поисковые отряды Ленинградской, Нововоронежской, Курской, Калининградской, Балаковской, Ростовской и Смоленской атомных станций. Первая вахта памяти с участием сводного отряда атомщиков прошла на Смоленской земле. Первая межрегиональная вахта памяти стартовала на территории Рословского района. С тех пор стала доброй традицией ежегодно вести поиск в регионе расположения одной из атомных станций. На счету поискового объединения атомщиков сотни поднятых героев войны, десятки установленных имен и найденных родственников. «Сегодня юбилей создания поисковых отрядов атомных станций России. Мы всегда будем неоплатным долгу перед теми, кто защищал отчизну в боях, кто не щадя себя совершал трудовые подвиги в Тулу, кого замучили в фашистских лагерях, кто так и не дожил, не дождался, не встретил счастливого дня Великой Победы. Низкий поклон победителям, поисковикам, кто участвует в этих мероприятиях». Сегодня на счету поисковиков сотни поднятых останков воинов РККА. Установлены десятки фамилий и имен солдат. «В этом году у нас принимают участие представители семи атомных электростанций. Порядка 75 человек. Очень многочисленная вахта. В этом году практически полный состав. Самое главное, конечно, не количество тех бойцов, которых мы поднимем, а сама работа, само участие». В вахте памяти принимают участие десногорские отряды «Обелиск» и «За Родину». Работы будут проводиться в Ельнинском районе у деревни Витетнево. Именно на этой территории в 1943 году проходила смоленская наступательная операция. «Площадка подготовлена. Была у нас проведена разведка в июне. На этом месте за 10 дней было поднято 160 бойцов. Ну, имеется в виду не точная цифра, по одной простой причине, что мы добавляем. Вот сегодня еще утром было добавлено еще 4 бойца окна. Ребята мне отзвонились. Вот, постоянно пополнение. Вот, по оперативным и сводкам на месте работы вахта памяти погибли и пропали без вести 1200. Поэтому думаю, что результат будет хороший». Вахта памяти 2017 продлится до 19 сентября. Торжественная церемония захоронения останков найденных воинов состоится 17 сентября на воинском мемориале в деревне Ушакова Ельнинского района. Редактор субтитров А.Семкин